Каждый год в преддверии 15 февраля зал Брестского грузполкома полон людей и почти все знакомые. Встреча с семьями погибших воинов-интернационалистов не единственная в году. Кто-то приходит сюда вместе с близкими, кто-то один. Участники боевых действий в Афганистане матери погибших вдовы. И хотя до сих пор те страшные события 80-х не получили однозначной оценки, для Беларуси все, кто не вернулся с той войны, люди, которые добросовестно выполняли свой воинский долг. Мы практически в течение года все время на контакте с активом нашей городской афганской организации. Мы помогаем по всем направлениям их деятельности, общественной деятельности, помогаем комплексно-медицинским обеспеченным. Но данная категория, категория матерей и вдовы, это особое. 800 наших земляков не вернулись домой. Прошло 30 лет, казалось бы, все позади. Бомбежки, обстрелы, удары, потери. Но сердца вдов и матерей до сих пор плачут. Сегодня в Бресте 1367 участников войны в Афганистане. 345 из них – члены городской организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Они прошли сквозь пламя афганской войны. Сегодня их основная задача – поддержка матерей и вдов, и воспитание молодежи. Если за речкой мы выполняли свой воинский долг, то сейчас у нас остался долг памяти и чести. Это долг перед семьями погибших, перед теми, кто не вернулся с той войны. Это социальная поддержка ветеранов, инвалидов и семей погибших. И, конечно же, патриотическое воспитание. Пухаревский наш. Это наш как папа. Я согласовываю только с ним. Все равно, что надо вот это сделать, надо вот это. Давай вот это сделаем, давай осень наступает, давай надо, надо что-то помочь. Он всегда за. Честно сказать, это первый такой председатель, которым заботится о нас, как никто. Конечно, для всех, кто собрался на приеме, это не праздник. Скорее, мероприятие, символизирующее память о тех событиях, навечно разделивших жизнь на до и после. О погибших сыновьях, мужьях, друзьях и боевых товарищах, которые не вернулись домой. Но о горьких уроках войны сегодня они не говорили. Занимались решением бытовых вопросов. Традиционно в центре внимания медицинское и социальное обеспечение, вопросы благоустройства и транспортной инфраструктуры, тема празднования тысячелетия. Безусловно, оказание поддержки на уровне города успешно реализовывается. Но есть те личные просьбы, точечные моменты, которые мэр города берет под личный контроль. 25 лет жена не может уехать и посмотреть могилу своего супруга. Наверное, это наша нравственная задача сейчас найти средства, оплатить этот перелет, чтобы она могла слетать в этот далекий Бешкек, привести в порядок эту могилу. Это правильно. В этом в том числе тоже итог вот таких встреч, точные какие-то проекты. Мы в прошлом году договорились отправить их централизованно на экскурсию по Брестской области в Санкт-Петербург. То есть им это важно, им это нужно, и наша задача эту работу делать системой. Юбилейными медалями были награждены матери погибших и вдовы. Награда, безусловно, должна стать семейной реликвией, ведь она символизирует не только боль и память, но и честь, мужество, героизм. А еще веру в будущее, чтобы такие эпизоды в истории больше не повторились.